Продолжение следует... С 29 сентября лиц с COVID-19 разрешено выписывать без учета результата ПЦР на наличие коронавируса в случае, если нет возможности проведения лабораторного исследования. А в отдельных районах Донбасса с тестами возникли проблемы. У местных медиков нет технической возможности проводить эти тесты каждому пациенту. Решение о выписке врачи в отдельных районах Донбасса принимают на основании клинических проявлений вируса. Более того, группировка признает, что заболевших коронавирусом в реальности значительно больше, чем позволяют выявить исследования. На подконтрольной части Донецкой области группировки ДНР проводится около 500 тестирований на коронавирус в одни сутки. То есть мы технически не можем ПЦРами обеспечить всех желающих. Поэтому отдается предпочтение в первую очередь пациентам с госпитальных баз, там где выставляются диагнозы, верифицируются и соответственно корректируется лечение. На подконтрольной Украине части Донецкой области вышли на проведение более 1 тысячи ПЦР-тестирований в будние дни. Также проводятся 500 и в районе 500 тысяч ИФА-тестов в сутки. Метод ИФА позволяет увидеть ответную реакцию иммунной системы на вторжение инфекции, а не в сам вирус в организме. В отдельных районах Донецкой области пока только обещают делать такие тесты. Расходники, разумеется, ДНР попросила не у кого-то, а у Российской Федерации. Тем временем количество заболевших растет по всей территории Украины в Донецкой области и конкретно в городе Донецке. Перепрофилировали акушерско-гинекологический корпус Центральной городской клинической больницы номер 3 на прием пациентов с коронавирусом. При этом медики жалуются на дефицит средств защиты и медикаментов. Источники Донтел сообщили, что к утру 11 октября три человека скончались. Прямой вины медиков или Минздрава в этом нет. В отделение поступают с тяжелой формой COVID-19. Каждого сразу подключают к кислородной точке. Все они уже заняты. Телеграм-канал Донтел пишет, что несколько дней назад более 20 врачей написали заявление на увольнение из-за сложивания. Важившиеся ситуации некоторые ранее не выходили на смену из-за того, что у них просто нет элементарных средств для работы в красной зоне, где находятся инфицированные пациенты. Сейчас в корпусе уже около 40 зараженных COVID-19 с тяжелой формой болезни. Всего хотят привести до 60 пациентов. На них приходится на все это количество всего-то три врача. В так называемом Минздраве ДНР все, конечно, отрицают. Но в сети было опубликовано видео с сотрудниками этого медучреждения, которые отказываются выходить на работу. Как я уже говорил, все из-за того же, из-за отсутствия средств защиты, свое недовольство, они высказали прямо под стенами корпуса в этой больнице. У нас же выступили по телевизору, сказали, что об этом знали давно. Что мы давно готовились, всех обеспечили. Мы вам рано показали по первому республиканскому каналу. Три раза вчера. Сотрудник автоматически четырех заражает. Главврач Центральной городской клинической больницы номер три Инна Приснухина заявила, что выходить на работу отказались почти 30 сотрудников. Как она утверждает, медперсонал не выдвинул ей конкретных условий, а просто сказали, мы не хотим работать с больными коронавирусной инфекцией. Мы проходили и приходили работать в роддом, чтобы работать там с беременными и новорожденными, но никак не с коронавирусом. Отмечу, что на неподконтрольной территории самопровозглашенные власти сообщают, какой, не сообщают, какой будет зарплата врачей, которые работают в зоне повышения, повышенного риска. Сделают ли им надбавку, как, например, в украинских больницах, точно никому неизвестно. Но могу предположить, что даже если деньги и были предложены, как-то найдены, их все равно недостаточно, чтобы мотивировать оставшихся медиков на неподконтрольной территории. Вот по словам этой женщины, местные фабрики просто не успевают шить такое количество защитных костюмов. Многоразовые средства защиты они начали получать только на днях, несмотря на то, что уже сколько месяцев Донбасс и Донецк живет в таких условиях. Мы и дальше будем следить за ситуацией дома на Донбассе, на всем востоке Украины. Вы подпишитесь на телеканал Дом. Мы есть во всех соцсетях и ничего точно не пропустите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин